Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня вас ждет очень интересное задание. Давайте попробуем построить свой собственный дом. Для этого вам понадобится два куска потолочной плитки. Я надеюсь, вы знаете, что это такое. Это тонкий пенопласт, который обычно клеят на потолок во время ремонта. Карандаш, гуашь, вода, ножницы, а также куски различной материи, нитки, ленточки и прочее. При помощи этих материалов мы и построим наш дом. Расчертите, пожалуйста, первый кусок, как вы видите на этом видео. Возьмите карандаш помягче. Теперь вырежете эту деталь по контуру. Наша деталь готова. Накладываем ее на вторую потолочную плитку. Обведите. Не забудьте на второй детали добавить трубу. Это придаст вашему дому еще большее сходство с настоящим. Эту деталь тоже надо вырезать по контуру. Две детали готовы. Вот они перед вами. Найдите центральную ось. Это можно сделать при помощи линейки. Отметив центральную ось на первой детали, повторите эту же процедуру на второй. Теперь нам необходимо найти центральную точку. От нее мы проводим линию вверх, а на второй детали вниз. Эти линии необходимо вырезать ножницами. Обратите внимание, я вырезала и расширила отверстие для того, чтобы удобно было вставлять одну деталь в другую. Попробуйте соединить две детали. Если дело идет с трудом, возможно, что деталь нужно пошире прорезать. Если все получилось, мы снова разбираем наш дом. Сейчас я буду делать двери. Двери могут быть разной формы, разного размера. Они ведут из комнаты в комнату. Обратите внимание, я сделала одну дверь длинную, а вторую маленькую. Теперь я рисую двери на второй детали. Помните, пожалуйста, что центральная линия у нас занята стеной. Здесь дверей никаких быть не должно. Можно сделать дверь арочной формы. Такое часто бывает в архитектуре. Теперь, когда эти двери вырезаны, обратите внимание, в одной комнате я сделала две двери. Мне показалось это интересным решением. И я снова соединяю две детали воедино. Наш дом почти закончен. Сейчас настала пора для того, чтобы наш дом украсить изнутри. Посмотрите, пожалуйста, на эти белые стены. И, используя ленточки, веревочки, куски ткани, украсьте, пожалуйста, разные комнаты своего дома различными элементами, как вы видите на фото в конце. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!